В Харькове и области стартовали веерные отключения. Потребители еще накануне разделили на три группы – А, Б и В. Но крупные предприятия к этому времени уже даже приспособились работать в условиях постоянных перебоев с энергоснабжением. Еще в начале этого месяца они согласовали график подачи электроэнергии Соболэнерго и перевели энергоемкое производство на ночную смену, а некоторые сейчас работают и в выходные дни. Правда толку от этого, к примеру, на Харьковском тракторном заводе особого не видят. Говорят, в ночное время производственные помещения приходится освещать больше, нежели днем, а потому и расходы гораздо выше. Каждая третья смена нам обходится дополнительно в 100 тысяч гривен. То есть мы за месяц где-то теряем порядка 1,2 млн грн дополнительно. Это в связи с тем, что это ночное время, необходимо освещать производственные помещения больше, чем днем, плюс температурный режим и так далее. Второй фактор – это заработная плата. По закону работа в ночное время и выходные дни – это плюс 40% заработной платы мы должны начислять. С аналогичной проблемой столкнулись и на Турбоатоме. В производственных помещениях на заводе с начала этого месяца тоже стали выключать электричество. А потому многим рабочим пришлось выйти и в третью ночную смену. От отключений уже пострадало и фармацевтическое производство Харькова. Говорят, из-за этого под большим вопросом оказалось выполнение государственного тендера по производству противотуберкулезного препарата. Генеральный директор здоровья тоже перевел свое предприятие на трехсменный режим работы. Действительно очень сильно коснули. Вчера мы понесли серьезные убытки. Потому что нас не предупредили. Вчера выключили свет утром, а у нас работала линия. И там была накатка ранитидина. И мы выкинули, можно сказать, на вечер большое количество препаратов. Кроме многоэтажек и предприятий, без света будут обходиться учреждения образования и детские садики. Однако директор департамента образования и науки Ольга Деменко новостям АТН сообщила, занятия в школах проходят с 9 до 2, а потому школьники могут учиться при дневном свете. Эта школа по проспекту Гагарина тоже попала в график веерных отключений. Нам не сказали когда, просто сказали, будут выключать свет и все. Это будет дискомфортно для вас? Неудобно, если выключат все-таки свет? Ну, вообще да, для зрения. Нет, на данный месяц еще не выключали. Нам рассказывали, что в этом месяце уже начнут отключать свет. Мы сегодня даже на уроке смотрели на время и ожидали, потому что мы знали, что отключат. Но не отключили еще ни разу. Обычно, когда у нас пасмурный день, нам включают свет в кабинете. Вот из-за этого, может, какой-то будет дискомфорт ощущаться. IT-компании, торговые центры и большинство частных медучреждений, чтобы не зависеть от облэнерго, уже установили у себя дизельные генераторы. Отключение электричества не коснется лишь больниц, где проводятся операции и есть стационары, а также родильных домов. Сюда попадает практически все, ну, разве что какие-то крупные больницы, которые есть, скажем так, операционные, да, роддома, вот. А все остальное, садик и школы, конечно же, попадают. Их очень тяжело выделить в структуре потребления. А вот Горсовет и обл. администрация под веерные отключения не попадают. Каждую из групп, утверждают в облэнерго, будут отключать минимум до 1 февраля. Но в Минэнерго дают более пессимистичные прогнозы. Из-за дефицита энергоресурсов область и город может быть во тьме до конца отопительного сезона. Инна Степанишина, Виталий Лапскир, Александр Романовский, Агентство телевидения Новости.